А вам ведь довелось с Олегом Газмановым петь недавно? Да. Это что-то. Просто меня сразу одрели. Но я не испугалась, не волновалась. То есть я, поскольку видел, как артист, и все это... Ну, потом вы уверенная в себе женщина. Уверенная. Это правильно. Евгения, вы сказали. Я уверенная женщина. Успехом пользуетесь. А вот Олег ведь, по-моему, замечательный пример, да, долголетия. Он в какой форме, в отличие? Не то слово. Он двигается. Двигается прекрасно. Да, ему, по-моему, тут будет 72 лет. Молодец он. Он очень общительный. Мы с ним как будто все время выступали. Да, здоровье, конечно, всем. Ну, надо ведь не останавливаться на достигнутом. Вы же только в начале, так сказать, как будто пути творчества. С кем бы еще хотелось бы вам спеть помимо Газбанова? Есть еще? Вы знаете, ну, я очень люблю людей, которые вот на гитаре сами играют и сами сочиняют, поют. Ну, как барды, помните, были такие. Очень нравятся песни Вячеслава Малежика. Так. Я бы хотела бы с ним спеть. Я, кстати, сразу это сказала, когда мне позвонили. Честное слово. Хочу Малежика. Малежика. Вячеслава Малежика. Поддерживаю вашу идею. Хочет Малежика. Мы даем вам Малежика. Вячеслав Федимович, проходите, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Как? Фраза «хочу Малежика» она выглядит как-то двусмысленно на самом деле. Вячеслав, это вы? Это мы. Боже мой. Обалдеть можно. Вячеслав, рады вас видеть. Очень рады. Здравствуйте. Знаете, я, наверное, скажу, что я сильно завидую девочкам, поскольку у них есть такое увлечение, которое их поглощает с ног до головы. К сожалению, когда-то много-много лет назад, это произошло в 73-м году, я был таким счастливчиком, который считал, что вот, наконец-то, мое увлечение совпадет с моей профессиональной деятельностью. И вот сейчас, когда дожил до пенсионных годов, я думаю, чем бы мне сейчас увлечься, вот мне приходится заниматься чем угодно, но только не пением. Потому что пением я занимаюсь профессионально. А наши вот гости... Ваши-то вот, да. Они, наоборот, они из профессии своей, для которой выбрали, пришли к творчеству. Я ведь знаю, кстати, что ваша жена пожертвовала своей актерской карьерой ради служения бренду. Это кто это вам сказал? Это кто это вам сказал? Это я говорил разным корреспондентам, где вообще гарантия того, что я правду говорю. Так я интервью с вами смотрел перед встречей. Ну, я красиво врал. Я входил в образ. Да нет. Понятно. Ну, отпустили бы сейчас в такой кружок долголетия свою суженую. Да мы... У нас сплошная самодеятельность на кухне. Не отпустил бы. Я так понимаю, что... На кухне-то одно. А тут... Не, ну, на самом деле, пусть она сидит дома на кухне и кормит меня борщом. А я и песни пою. А вам не приходилось, Лиду, слышать кого-нибудь? Сиди дома на кухне. Нечего вообще скакать по сцене с микрофоном. Нет, вы знаете, такого мне не приходилось слышать, я думаю, что уже не услышу, потому что, ну, стало очевидным, что я в этом проекте, я действительно, я реально расту. Не только в одном направлении, в певческом. Дело в том, что я попробовала себя еще и на подиуме. То есть я участвовала... Как модель. Как модель. Я участвовала в показе коллекции «Русская женщина», которая состоялась не так давно в гостином дворе. Без долголетия, конечно, вряд ли, допустим, мне удалось бы выйти на сцену в заряде. Да, и многие у меня подруги, которые были с комплексом, вот они стеснялись, и они теперь пришли, они... Мы же, как говорится, выступаем где-то сейчас вот в центре московской долголетия. В Москве их 70 открылось, 70. На самом деле, я, конечно, тут сижу, чуть-чуть выпендриваюсь и создаю такую интригу, чтобы было о чем поспорить нам, о чем поговорить. А, в общем-то, я считаю, что действительно кто-то здорово придумал. В песне Лидии поют очень известные люди. То есть возможности, которые дают долголетие, они возможности реализовывать вот не только вот там, не знаю, какие-то певческие таланты, но и вот сочинительские тоже. Да. Давайте послушаем. Паинство известного вселенной На землю опустился дух нетленный Вошел он сразу в облик человека Чтоб стать творцом на срок не меньше века Ты как звезда Ты будешь вечность Ты есть любовь И бесконечность Коснешься неба Ты крылами И вспыхнет свет С облаками Ну как вам? Здорово. Как профессионалу творчества банковского работника на минуточку. Я сижу и думаю, почему меня не пригласили вместо Тишкин? А у меня тоже есть песня. А вы были очень востребованы, вы были заняты в тот день. Вот Раиса Александровна как раз говорила, что она любит мужчин с гитарой, поэтому я думал, что... Мы что-нибудь вместе сбацаем. Коль ты их хвасталась, что ты... Ну... Я слышал, что любишь Малежика. Хочу Малежика. Малежика это я давно видела... Лидия Ивановна, а вы присоединитесь? Конечно, конечно присоединюсь. Малежик это кумир нашей молодости, поэтому... А есть любимая песня из репутуара любимого артиста? Мне, например, вот лично нравится. Он начинал с этой песни. Так. Провинциалка. Давайте вы порадуете и зрителей, и девушек. Ну, тогда мне гитару попрошу. В эфире премьера трио. Лида, рая и слава. Незабвенный хит «Провинциалка». Уважаемые господа, знаете, наверное, к нашему исполнению подошла бы барабанная дробь, как в цирке. Поскольку, поскольку, мало того, что без фонограммы, так мы еще и без репетиции играем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Браво! Ну что, девушки, возьмете, Вячеслава Ефимовича, к себе. Обязательно. Долголетие. Бесспорно. Возьмем, конечно. Всем спасибо. А после рекламы мы продолжим разговор о возможностях, которые предоставляет. Программа «Московское долголетие» в нашей программе «Мой район».